Два слова, наверное, о себе скажу в начале, чтобы у меня было понимание. В IT 2010 года тестирование примерно столько же времени. В DocDoc в последнее время занимаю должность руководителя отдела тестирования и участвуем во всех процессах автоматизации, которые могут быть. Это не только тестирование, это разработка, DevOps-практики и больше, на остальное, релизы, чтобы они были быстрые и качественные. По DocDoc тоже два слова скажу вам. Мы являемся сейчас крупнейшим сервисом онлайн-записи на рынке в России. В день порядка 50 тысяч заявок обрабатываем на онлайн-записе врачу и сейчас очень много появляется других сервисов, в которых мы участвуем как платформа технологическая в совместности с Бирбанком. Начнем с того, зачем вообще что-то мерить. В общем, тут не могу сказать лучше, чем сказал Питер Дрюкер. Любые процессы, которые измеримы, ими можно управлять. Если процессы у вас невозможно померить, то управление никакое хорошее не построится. Скажите, кто что-нибудь вообще меряет у себя, я не знаю, количество багов хотя бы. О, есть. А кто, мне надо, 10 метрик меряет? 50. Нет? Хорошо. Значит, мы работаем с метриками, измеряем их очень много, и подход такой. Всегда есть какие-то цели, к которым мы стремимся, не знаю, делать релизы быстрее. Если поставить цель таким образом, она невыполнима или непонятна. Если сказать, мы хотим, не знаю, 10 релизов в день, все, метрика уже есть, но тогда нужно понять, а сколько мы делаем сейчас. В итоге, что можно получить, когда такой подход применим? Мы точно понимаем, куда мы идем по нашим показателям, по нашим целям. У нас есть история всех изменений, которая у нас была, и вообще, как мы двигались лучше или хуже мы стали. И у нас есть измеряемое качество. Измеряемое качество, то есть, не знаю, приходит там продакт и говорит, хорошее у нас тестирование или плохое. Сходу ответить можно только по интуиции, она не всегда работает. Как было, когда мы были маленькими, ну, не знаю, там, два тестировщика. Мы мерили, наверное, как многие из вас, просто количество багов и разрезали их там по критичности. И нам, в принципе, этого хватало. Происходила очень просто выгрузка из жира, клавался какой-нибудь Excel-пайлик, и у нас влазь к не месяцам, а сколько же есть багов и достаточно метрик. Когда мы стали расти, стали обрастать системами. Систем становилось много. Здесь такой маленький кусочек их представлен. Не знаю, добавили тест-трейл, добавилась автоматизация, добавились мобильные приложения, метрик тоже становилось больше. И управлять таким процессом становилось по старой схеме невозможным. Например, отчет в джире. Очень понятное, что происходит, но пользоваться там тяжело. Что не нравилось в итоге? Каждая система, она хорошо по-своему. Тот же тест-трейл имеет кучу метрик, свои отчеты. Они классные, но надо строить их руками, и невозможно как-то под себя подстроить, потому что, что он выдал данные тебе, таким ты и пользуешься. Чем больше у вас систем, тем сложнее анализ. Это уже не 5 минут в конце месяца потратить на выгрузку из жира, это уже часы, а иногда дни, чтобы понять, что у нас есть сейчас. Появилась такая мечта, хотим все в одном месте. На тот момент мы отталкивались от жира и начали просто какие-то плагины к ней, думали, может, она поможет. Но когда систем стало больше, то плагины жира уже не подходили, плюс по цене они достаточно кусаются. Именно жиры. И тоже не совсем гибкие. Решение у нас пришло само по себе, пришло оно от бизнеса. Исторически мы хранили данные в Google BigQuery. Это из Google Аналитики что-то выгрушалось, какие-то бизнесовые показатели. И вот они нашли себе инструмент, чарты ООО. Стали там строить бизнес-отчеты. Мы случайно это увидели, посмотрели, что очень классная система, захотели попробовать тоже. Значит, вот кусочек схемы аналитики, который мы используем, во главе всего, как обычно, остается в Google BigQuery. Это стало таким стандартом, потому что туда мы можем выгружать любые данные из любых систем. И дальше уже все попадает в чарты ООО. Начали мы с жира и с Google Аналитики, потому что было проще всего, и что-то там уже лежало. Немного про чарты ОООО. Система очень простая. По сути, забирает в себя кучу данных и модифицирует их в графиках, табличных вариантах. Строит это сама в режиме онлайн. Можете задать себе расписание, какие данные, когда получать. Какие-то мы получаем каждый день, какие-то каждый час, какие-то каждые 10 минут. Есть два режима, которые строятся. Первый режим новичка. Это такой конструктор, который позволяет вам брать данные, которые вы грузили, и выстраивать фильтры, таблицы, колонки, и брать какой-то график. В этом же режиме можно погружать данные глубже. То есть как-то их разрезать более умно. Не знаю, из таблицы получить одну цифру какую-то. Когда режима этого не хватает, или вы уже так с системой подружились поглубже, есть и SQL-мод. Более сложные фильтры, выборки. Все через SQL, достаточно просто, если вы его знаете. Теперь то, что получилось у нас. По ошибкам. Значит, мы измеряем ошибки за период, приоритетность их, причины, откуда их появляются, источники этих ошибок, скорость исправления, статусы, компоненты, ну, многое другое. По количеству можно выбрать, не знаю, вот пример табличного варианта. Здесь черты умеют даже подсвечивать какие-то нужные вам метрики. Например, крипты, блокеры. Можно сразу выделять их. Можно строить обычные бублики, графики. Критичность багов за период, это прямо за месяц. Указано, сколько их было в разрезе, чтобы смотреть. По источникам, откуда они прилетают, почему мы их пропускаем, топ-причиной являлся пропуск бага. Есть еще показатели скорости исправления бага. Скорость исправления очень просто. Это от создания до закрытия ошибки, сколько прошло время. По статусам нахождения интересный график помогает понять, где же вы пропускаете ошибки, где проблема. Это может быть уже в бою, на этапе регрессии в релизе, в автоматизации, в тестировании задачи, из-ревью. В общем-то, разрезается, тоже кладывается по месяцам. Смотрим статистику, стало лучше или хуже. По компонентам, чтобы понимать, компоненты лейбл, в принципе, без разницы, как вы скажете себе в Giri или в другой любой системе, в какой же области у вас больше всего проблем. Когда у нас менеджеры спрашивали, где у нас багов больше, все отвечали в биллинг. Когда мы стали собирать факты, оказалось, что биллинг всего три ошибки, а все остальные были в колл-центре. Соотношение новых к закрытым. Синий — это новые баги, оранжевые — закрытые. Здесь два пика есть. Мы должны стремиться к тому, чтобы закрывали всегда больше, чем у нас открывается. Если багов у нас открыто очень много, то мы закапываемся и в какой-то момент просто умрем с ними и будет там тысяча багов. И вот два пика — это такие багатоны, когда мы решаем проблему. Просто все разработчики один днем справляли баги. Общий тренд. Такая история. Когда же мы пришли, красные — это блокеры, оранжевые — это критикалы, мейджеры — зеленые, и минорные — это синие. Тут можно видеть, что где-то в ноябре 16-го, начало 17-го года были проблемы, очень много багов было именно в количестве. И было много блокеров. Дальше стали копать, где проблема, и вот потихонечку все исправляется, и багов остается мало. Можно смотреть воронку по статусу, где баги вообще зависают. Если есть этап, как согласование багов, то он должен проходить быстро. Мы тоже себе поставили метрику. Например, на блокер должен разбираться в течение часа. Если это какой-то критикал, но в течение дня. Другие метрики. Мы верим в автоматизацию. Мы поставили себе цели, метрики — это процент чистых релизов. То есть именно у нас Continuous. Нам очень важно, чтобы задачи катились без остановок, и любая остановка, посмотрите, что упало, это все равно время. И процент закамечных тестов. Мы смотрим, если у нас чистые зеленые тесты UI, то сколько же мы там закомментили. Потому что можно сказать, у нас все зеленое, посмотришь, что там 50% закомечены. Меряем релизы. Сколько мы можем релиз в день? Сколько у нас висит в очереди релизов? Среднее время релиза. Ну и релиз по всем процессам тоже разрезаем. И всякие окружения, которые очень полезны, чтобы не бегать к аналитикам, не лазить в Google аналитику. При тестировании, помоя, трендаж тоже у нас есть. И при багах разбирать, например, надо это править или не надо править, если какой-то баг в мобильном приложении. Релизы. Ну вот примерно так выглядит кусочек дашборда. Здесь можно видеть среднее время релиза. Замообранный период, сколько он проходит. То есть в среднем 15 минут на один релиз. Количество релиза в день, которое нас вылетает. И мы разрезаем каждый процесс по времени, чтобы понимать, где же можно еще ускоряться. Влияние на задачи, на основные показатели. То есть релизы у нас тут позадачно. Каждая задача окружается самостоятельно. И мы можем видеть, например, здесь, как она влияла на конверсию в запись, на конверсию в заявку. И если что, ее просто вытащить, откатить точечную задачу. Окружение разрешения. Очень простой график, в котором видно, что у нас там такие пользователи. И можно смотреть критично и некритично. То же самое по браузерам. Наши клиенты это Chrome. Мы в основном там дальше идет Яндекс и Firefox. По автоматизациям. Очень такой прикольный дашборд. Мы его сейчас периодически расширяем. Вот тоже кусочек прям показываем, которым мы уже стали пользоваться, получать профит. Значит, мы смотрим количество закоменченных тестов прямо в цифре. И есть тренд по запускам, как он падает, не падает. Когда мы начинали смотреть, было примерно 30%. И вот сейчас есть просто метрика, которая должна быть 10% ежемесячно. Тренд построили, потому что, чтобы не было читерства, когда просто в конце месяца подгибают закоменченные, вроде все классно. Дальше есть процент фейлов в количественном соотношении. То есть, например, у нас 2000 с половиной тестов в UI. Если падает там в каждом запуске примерно один, это нас устраивает. И есть фейлы в сборках, в релизах. Есть чистые фейлы, есть фейлы общие. Общие это фейлы, которые закладывают всякие серверные ошибки, может что-то не подгрузилось, админские дела. И чисто это значит наша команда автоматизации не отработала и не сделала тесты стабильными. Итоги. Сейчас у нас все в одном месте. Можно пользоваться ежедневно, потому что ничего не строится руками. Ты просто заходишь в систему, она сама для тебя все подгружает. Можно находить узкие места. Если есть какие-то проблемы, то вы точно тыкаете в цифры, играете, здесь проблема, и начинаете копать. Постоянно расширяем эти отчеты, метрик количества растет. Сюда же мы подгрузили и всю разработку, релизы, девопс-отделы. То есть расширяем на всю компанию технологическую, которая технический отдел, не бизнесовая. И позволяет им тоже работать эффективнее. Можно разрезать более тонко. То есть вы тыкаете в какую-то цифру и смотрите, какие метрики, показатели идут дальше. Например, есть у нас разбивка по командам. И мы смотрим, в какой команде есть. Сколько дефектов, на каком этапе они пропускают. И это так проваливаемый тренд получается. Соответственно, от этого мы ставим цели на улучшение, используя наш подход. Если какие-то метрики стали выполняться легко, мы их пересматриваем и двигаемся дальше. Спасибо за вопрос. Ислан, спасибо за доклад. Очень много метрик. И вы рассказали о этапах сбора информации, о анализе информации и очень мало о синтезе. То есть о решениях, которые принимаются на основании метрик. Я смотрел, много метрик действительно, на мой взгляд, полезных. Вы не проводили эксперимент вида «А ни херню ли я делаю?» Когда вы сначала пытаетесь принять решение без метрик, а потом по метрикам. И сравниваете, метрики вообще влияют на что-нибудь или нет. Или это просто очень много цифр красивых. Да, хороший вопрос. Сначала это было много красивых цифр. Вроде как замена Excel, замена ручной работы. Но, опять же, мы используем подход целеполагания. То есть, если какая-то цифра есть, мы смотрим, вообще нужна ли она нам. Просто мы меряем, чтобы она была там красивой отчет руководству. Мы сейчас так не работаем. Мы каждые цифры делаем для чего-то. То есть, это надо понимать бизнесовые задачи непосредственно, общение с бизнесом, а что нужно им. Если нужна быстрая поставка релизов, значит, мы меряем релизы. Плюс у нас есть философия компании, не знаю, это быстрые релизы и качественные релизы. И мы стараемся все это ускорять в любом виде, который только есть. Если есть где-то проблема, мы ее решаем. Если нужно что-то автоматизировать, мы автоматизируем. Но невозможно менять, если нет текущего понимания факта. По интуиции не меняется. Проведите эксперимент. Поменять по интуиции? Нет. Сначала попытаться принять решение по интуиции, затем по метрикам и посмотреть на дифференции. Большие ли будут? Мы сейчас так не делаем. Не хочется. Было раньше по интуиции, вот пришли к метрикам. Метрикам нравится лучше. Вы показали замечательную картинку, где вы показали пики закрытых багов. Судя по статистике, это очень много. И вы назвали это багатон. Багатон. У меня единственный вопрос, как вы говорили, руководители проекта устроить, выделить большое количество времени, чтобы разработчики поставляли не фичи, а исправляли только баги? Ну, походили по всем заказчикам, которые посмотрели, какие есть баги, насколько для них они актуальны. и поняли, что мы дальше будем взрываться еще сильнее. И баги уже там, это поджигало все отделы продуктовые. Больше они были заказчиками, что надо закрывать баги, их очень много. И вот здесь пики просто показывают, что да, успех, это не успех. То есть вы как-то миновали общение на эту тему с руководителем проекта, с проддонером и сразу пошли к стейкхолдеру? Да. Отлично. Спасибо большое. Вы рассказали один пример, когда казалось, что в биллинге больше всего ошибок, оказалось в каких-то главных. А можно да, я тоже в биллинге занималась на главном. Вопрос в том, а можете рассказать топ-10 самых классных метрик, которые открыли вам глаза на какие-то места, которые, ну, либо было ошибочно о них, либо вы вообще там, ну, не понимали, да, что это место работает не так, пока не открыли метрику. То есть, хочется вот самые прям классные метрики получить, хотя бы, чтобы 10, ну, ладно, 5. Здесь есть много, наверное, классных. Свой рейтинг. Ну, то есть нам очень сильно помогло разбивка по компонентам, мы стали понимать, а где же реальная проблема, по интуиции здесь было там ошибочное мнение. Нам очень помогло метрики с автоматизацией, когда нам тоже приходили, думали, насколько у вас хорошая автоматизация, и мы говорим, ну, было непонятно. Когда провели первые цифры, собрали, оказалось, что у нас 60% автоматизации нестабильны. То есть, это либо 1-2 теста, которые падают и у нас континьюз тормозится. И потом идет разбор, это во время занимало там торможение релиза где-то полчаса. Когда мы это убрали, у нас где-то скачок произошел от 5 до 12 релизов в день. И следующий момент мы отловили, когда у нас было падение, мы разрезали, почему же падают автотесты. Мы понимали, что было нестабильное очень окружение, добавили просто мощностей сервера и поменяли версию селениуму. Это помогло. И сейчас мы где-то можем около 30 релизов в день помнить. Как вы по этому методу поняли, что причина была селениум? Из репорт-портала. Автомизация вся падает в репорт-портал. Кто знает, это EPUB-система. И она, если там отмечать текирование причины падения автотеста, потом это выгружили сюда просто. А может еще маленький вопрос? А кто занимается актуализацией этих метрик? И вообще сколько это времени занимает? То есть какую-то метрику начали смотреть, она оказалась стабильной и никакой информации особо не приносит. Вроде как не надо на нее смотреть. То есть как часто вы актуализируете в соответствии с вашими целями метрики? Ну в первую очередь смотрим в седальный бизнес, что им нужно. И тогда уже понимая насколько у нас большой проект стал. Самый сильный пример это с релизами, которые мы ускоряем постоянно. То есть у нас такой чистый канбан и мы работаем от релизов. Если мы говорим, что нам надо расширить разработку, то мы смотрим насколько релизов мы способны выгружать. То есть принять 10 разработчиков мы поймем, что у нас релизов станут. Поэтому сначала увеличим просто способность релизов, потом людей. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, у вас есть какая-то завязка этих метрик на KPI командный или индивидуальный? Или это просто такое прям за идею? Хороший вопрос. Сначала мы эти метрики ставили KPI это работало когда метрик снялось больше решили, KPI в таком случае неправильно мерить людей и это больше ушло в KPI к руководителям. Они отвечают за метрики. Сами команда, тестировщики, разработчики нет, этих метрик KPI не теряют сейчас. Какая тогда мотивация у команды тестирования? У них есть обязанности просто делая работа хорошо. Спасибо.